На Хабар 24 новости, в студии Патакос Саркулова. Здравствуйте. Повысить эффективность системы социального медицинского страхования поручил сегодня президент-председатель управления фонда. Балка Ирскаков отчитался главе государства о результатах работы. По его данным с внедрением ОСМС, в 2,5 раза увеличилось финансирование системы здравоохранения, вдвое расходы государства на каждого казахстанца. Реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата и ускорение цифровизации всех связанных с медстрахованием процессов. Два президента, Тукаев и Макрон, на самых видных рекламных площадках Парижа. Портреты глав государства украсили выпуск известного журнала «Лесансьель», название которого переводится как «Самое важное в международных отношениях». Выпуск посвящен визиту Эммануэля Макрона в Казахстан и не только. Журналисты также представили полную панораму нашей страны, опубликовав серию интервью с политическими деятелями. Особое внимание редакция уделила месту французского бизнеса в Казахстане и условиям, созданным для иностранных инвесторов в нашей стране. Тот факт, что французские СМИ интересуются Казахстаном – это хороший момент. Тот факт, что они обсуждают продолжение сотрудничества, он является еще более важным. Еще раз скажу, что этот визит был строительным мостиком, который позволяет понять, почему Франция и особенно Европа имеют центрально-азиатскую стратегию. Очень хорошо, что сегодня говорится об отношениях Франции и Казахстана. Правда, с сильным экономическим уклоном был дипломатический визит, и теперь нужно усилить сотрудничество в сфере культуры. А мы продолжаем подводить итоги года. Опрошенные нами политологи и эксперты ключевыми событиями 23-го считают парламентскую электоральную кампанию и выборы районных акимов. Подробнее в следующем материале. В этом году казахстанская политическая система пережила значимую трансформацию. Ее наиболее заметный результат – парламент. Можилис обновился почти на 80% и вновь стал местом для дискуссий и плюрализма мнений. Выбирали депутатов в стране по пропорционально-мажоритарной системе. Другими словами, казахстанцы могли самостоятельно выдвигать свои кандидатуры, а также голосовать не только за партии, но и за отдельных внепартийных игроков. В Можилисе в настоящее время шесть политических партий – это и социал-демократы, это и левые, это и центристы, и так называемые нишевые партии, которые отстаивают, допустим, партия АУЛ, да, отстаивают интересы села. Я бы даже сказал, абсолютно несправедливо назвать Можилистом, так называемым кнопочным. Созданы все условия для ведения цивилизованного диалога на необходимой соответствующей площадке. Кроме того, любой резонансный случай, который так или прямо, или косвенно, так или иначе затрагивает права человека, становится предметом обсуждения не только в гражданском обществе, но и на всех площадках на уровне государства. В 45 районах и городах областного уровня жители избрали Акимов. Выборы продемонстрировали вовлечение населения в процесс принятия решений. В том числе политических, отмечают эксперты. С 2024 года эта практика будет распространяться на все населенные пункты. Таким образом, с этого момента более 75% казахстанцев смогут напрямую избирать Акимов в своих сел, районов и городов. Прямые выборы Акимов вводятся в рамках децентрализации власти, предметом которой является повышение самостоятельности и политической ответственности местных исполнительных органов. Высокую оценку политическим реформам в Казахстане дают и зарубежные эксперты. Недавно я был в Брюсселе, встречался почти с десятком уважаемых избранников в Европарламенте. Они все отметили, даже вы знаете, стали говорить, что это не реформы страны, это реформы Тукаева. То есть эти реформы стали нарицательным именем. Еще одно важное направление – внешняя политика. Казахстан закрепил за собой статус важного игрока в регионе, способного вести равнозначный диалог с ключевыми государствами мира. Среди таких вот ярких событий я бы хотел отметить, конечно, выступление нашего президента на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он там модерировал сессии и, в общем-то, рассказал о том, что современная внешнеполитическая доктрина Казахстана руководствуется принципом организации синергии разных векторов международной политики. Но что это значит в реалии? Это означает, что Казахстан имеет достаточно активные, продуктивные, я бы так сказал, контакты как с Востоком, так и с Западом. Стоит отметить, что за этот год состоялись встречи Касымжумар Татукаева с президентами всех сверхдержав и главных игроков мировой политики. В своих выступлениях они заявляли о важности казахстанских реформ, которые сегодня служат фундаментом для стабильного развития и процветания страны. Алишара Шимафануар Абдрахманов и Артур Горшников, Хабар-24. Продолжаем выпуск. Резкий рост заболеваемости корио отмечают специалисты в Костанайской области. За пять дней декабря они уже зарегистрировали 20 случаев, тогда как за весь ноябрь было 32 факта. В основном заболевания регистрируют у непривитых граждан. Большинство заразившихся – дети до 14 лет. В регионе проведут дополнительную массовую иммунизацию, прививку против корио получат дети от 6 месяцев до 5 лет. Процедуру пройдут и медицинские работники, а также невакцинированные Костанайцы и те, кто не имеет сведений о вакцинации. Всего в рамках дополнительной массовой иммунизации подлежит у нас привить 44 500 человек. На сегодняшний день привито 2383, что составляет у нас 5,4 от подлежащих лиц. Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от кориев. Случай заражения кориев зафиксирован в Петропавловском колледже. На данный момент лабораторно подтвержден один факт. Еще у 20 студентов вирусная инфекция под подозрением, сообщили санэпидемиологи. За неделю в регионе почти в полтора раза увеличилось число заболевших, отмечают специалисты. С начала года в области кориев заболели 107 человек. По социально-профессиональной структуре у нас наибольшее количество зарегистрировано среди военнослужащих военного института. 49 уже курсантов и там есть преподаватели. Выздоровели, 3 человека только продолжают лечение. На сегодняшний день у нас под медицинским наблюдением остается 15 организованных очагов и 72 домашних очага. Другим темам, больше 20 фактов незаконного предоставления жилья акиматами выявили прокуроры в Акмолинской области в ходе проверки. К примеру, в Кухчетау жилье выдали бывшему работнику бюджетной организации, который двумя годами ранее был осужден за взятку и отбывал наказание. Также надзорный орган установил два случая незаконной приватизации квартир и еще ряд крупных нарушений жилищного законодательства. Вместе с этим выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в госбюджет, арендных платежей на 50 миллионов тенге, предоставление жилья гражданам как малоимущим без проверки доходов. Сейчас возвращаем незаконно выданные квартиры для их дальнейшего перераспределения действительно нуждающимся гражданам. Свыше 300 должностных лиц оштрафовали более чем на 13 миллионов тенге за неудовлетворительное содержание дорог в Жамбулской области. Только с начала года на трассах региона выявили порядка 15 тысяч дефектов. В основном это трещины, выбоины в асфальте, а также устаревшие дорожные знаки. Всего обследовано больше 20 тысяч километров автомобильных дорог. Ответственным специалистам выдали предписание на устранение нарушений. По статье 631 части 1, это необеспечение безопасности дорожного движения, привлечено 230 должностных лиц. За повреждение автомобильных дорог привлечено 70 должностных лиц. А также за неисполнение выданных предписаний привлечено 23 должностных лица. В частности, 19 материалов составлено на руководителя ЖКХ города Тарас. Два факта было в отношении руководителя ЖКХ Чуйского района. О событиях в мире. В следующем году авиабилеты будут обходиться пассажирам дешевле. Средние мировые тарифы на перелеты упадут в среднем почти на процент. Это данные глобальной корпорации в индустрии деловых поездок. К тому же аналитики ожидают рекордное число пассажиров в новом году. Подробнее в следующем материале. Авиакомпания ожидает перевезти больше 4,5 миллиардов пассажиров в следующем году. Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта. В организации полагают, чистая прибыль от перелетов приблизится к 26 миллиардам долларов. Это на 3 миллиарда больше, чем в текущем году. Авиационная отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Из-за закрытия границ и других ограничений на поездки авиакомпании понесли совокупные убытки в размере около 183 миллиардов долларов. Средние мировые цены на перелеты в 2024 году упадут в среднем на 0,8% в годовом исчислении, считают аналитики из глобальной корпорации в индустрии деловых поездок. По их прогнозам региональные тарифы снизятся почти на 1%, а межконтинентальные на 0,5%. На цены образования влияют геополитические события и высокие процентные ставки. Эксперты также отмечают, что в этом году средние авиатарифы были на 3,6% ниже уровня 2019 года. Что касается отелей, то в 2024 году глобальные тарифы на гостиничные услуги вырастут почти на 7%. Европейские авиакомпании изменят траектории полетов для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Соответствующий проект под названием «Единое европейское небо» уже одобрила Еврокомиссия. По прогнозам, нововведение сократит выбросы в Европе до 10%. Сейчас на долю авиации приходится 2% всех вредных выхлопов в мире. Перевозчики не всегда выбирают оптимальные маршруты для перелетов. Это связано с многочисленными требованиями национальных авиадиспетчеров. Теперь, благодаря инициативе, авиакомпании смогут выбирать более короткие маршруты для экономии топлива. Жанна Хусейнова, Ислам Мохаммед, Хабар24. Вернемся в Казахстан. Актуальные тренды, новые подходы и решения в корпоративном управлении обсудили сегодня эксперты на форуме в столице. Участники считают, это поспособствует развитию отечественного бизнеса и станет фундаментом доверия со стороны инвесторов. Основная задача эффективного управления – это приток инвестиций, отмечают эксперты. В прошлом году в Казахстан привлечено 28 миллиардов долларов иностранного капитала. Больше всего средств было вложено в горнорудную и обрабатывающую промышленности. Привлекая инвестиции, наращивая прибыль, необходимо думать и о социальной ответственности, и об окружающей среде. Это три составляющие, которые нам необходимо держать в голове. Это environment, social responsibility и governance. За последние 10 лет мы в какой-то степени приостановили свой прогресс. И у нас очень долго не было профессиональной площадки, на которой мы могли бы дискутировать, обсуждать текущие вопросы. А они есть. Это вопросы, связанные с внедрением из-за тематики. В этом году исполняется 30 лет международной программе «Балашак». За эти годы больше 12 тысяч казахстанцев получили возможность обучения в ведущих вузах мира. О настоящем и будущем одного из ключевых проектов страны в материале Ануар Абдрахманова. От Лондона до Нью-Йорка сегодня казахстанских студентов можно встретить по всему миру. Во многом это стало возможным благодаря международной стипендии «Балашак». Алишер Базарбаев один из ее выпускников. Признается, что во время учебы друзья иностранцы, не скрывая зависти, уточняли, не лукавит ли он, говоря о том, как в Казахстане поддерживают молодежь в их погоне за новыми знаниями. Для меня поступление по «Балашак» это было большим вызовом, который получилось успешно преодолеть, потому что данный университет входит в 10 топ самых сильных университетов мира, а также именно по специальности Urban Development Planning он занимает лидирующие позиции. В ходе обучения мы также знакомились с другими ребятами из других стран. В основном это были граждане Латинской Америки. И большинство из них тоже удивлялись, что есть такая программа, которая полностью за собственный счет оплачивает проживание и обучение своим гражданам и дает такие равные возможности людям проходить обучение за рубежом в одних из ведущих университетов мира. Аналогов «Балашаку» попросту нет, говорит Айнур Карбозова. Сейчас она топ-менеджер одного из вузов Казахстана, а десятилетия назад студентка лондонской школы экономики. Признается, что учеба за рубежом позволила ей по-новому взглянуть на мир. И дело тут не только в знаниях и европейском дипломе. Мы, обучившиеся в рамках программы «Балашак», возвращаемся в страну лучшей версии себя. Мы возвращаемся не только с новыми знаниями, опытом. Мы возвращаемся, на самом деле, обогащенными новыми друзьями, новым окружением, профессиональным, академическим. Это круг наш, это наши профессора новые. Это ученые, с которыми мы знакомимся в ходе обучения. И потом устанавливаем уже их контакты с нашими казахстанскими вузами, научно-исследовательскими организациями. В последние годы программу нередко критиковали, мол, учеба наших студентов обходится стране слишком дорого. А благородная цель – помочь одаренным студентам прокачать свои знания в лучших университетах мира – далеко не всегда оправдывает средства. Однако политолог и выпускник Гарвардского университета Еркин Тукумов готов с этим поспорить. Это, на самом деле, один из прорывных проектов нашего всего 30-летия. Обучилось больше 13 тысяч, кажется, наших граждан. Уинвестировались большие деньги. И сейчас, знаете, инвестирование в капитал, оно не приносит вот так сразу доход, сразу какую-то пользу. Это вот пройдут годы, десятилетия, когда уже начнется такой, знаете, возврат человеческого капитала. Поэтому я абсолютно считаю, что Балашак оправдал себя. И более того, я считаю, что его нужно еще больше инвестировать. Почему? Потому что человеческий капитал развития – это как раз-таки самый надежный способ нашего развития государства. Всего за годы независимости по Балашаку отучились больше 12 тысяч студентов. Они сформировали политическую и бизнес-элиту нового Казахстана. Безусловно, Балашак, как программа, когда он создавался, он создавался с целью подготовки кадров для различных уровней. И очень важно отметить, что большое количество управленческого резерва, управленческого слоя нашего государства, на самом деле, состоит из булашакеров. Можно отметить такие известные, скажем так, личности, как Ренат Бектуров, как Алибек Куантыров, как Марат Карабаев, как Еркин Тукумов, которые сегодня представляют управленческую элиту нашего государства. В свое время они также учились по программе «Балашак» в элитных университетах, высших учебных заведениях мира. Привезли тот опыт, который они набрали за рубежом в Казахстан. И сегодня активно развивают свои отрасли и направления. Новый приоритет – подготовка инженерно-технических кадров. Если вы айтишник, физик или инженер, то получить стипендию будет проще, уверяет Балашаки. В эпоху, когда мировые державы ведут борьбу за лучшие умы и технологический прогресс, эта мера актуальна как никогда. Большой акцент на подготовке инженерно-технических кадров, медицинских кадров. Также у нас существует отдельная льготная категория для претендентов из сельской местности. Поэтому, если у вас IELTS 5.0, вы являетесь специалистом-претендентом из области ИТР, медицинской или сельской местности, вы можете прийти к нам в ЦМП, и мы берем полную ответственность свою, для того, чтобы подготовить вас в качестве претендента нашей программы, для того, чтобы вы могли обучаться в лучших зарубежных университетах мира. Для миллионов студентов из других стран иметь подобную образовательную, государственную программу и возможности – призрачная мечта. Ну а для казахстанцев – реальный шанс, который при большом упорстве и желании может получить каждый. Ну и повод для гордости, конечно. Анувар Абдрахманов, Марат Дихамбаев, Хабар-24. Два часовых пояса. Должен быть подготовлен соответствующий проект постановления правительства. По нашему законодательству такой проект в обязательном порядке будет размещен на портале открытой НПА для общественного обсуждения, где каждый казахстанец, где каждый житель, каждый заинтересован лицом может высказать свою позицию. Только после этого соответствующий проект может быть принят правительством. По срокам мы предполагаем, что для этого необходимо определенное время, ну не более там трех месяцев, да, для извещения, подготовки, чтобы все службы, все граждане, все были оповещены. Новые бульвары, пешеходные променады и парки появятся в Астане в ближайшие три года. Всего планируется обустроиться около 600 общественных и дворовых территорий. Развитие столицы до 2035 года рассказали в Центре урбанистики. Пешеходные променады с уличной мебелью в едином стиле, теневыми навесами, зелеными насаждениями появятся на Менгелекьель за Ханшатэром, а также на правом берегу столицы. Продолжатся работы и по озеленению Астаны. Примеры в этом году мы в 2,5 раза увеличили количество зеленых насаждений со стороны застройщиков. То есть при вводе в эксплуатацию жилых комплексов мы выезжаем, смотрим, есть ли данные объекты качественно озеленые, мы их принимаем, если нет, то, соответственно, застройщик обязан устранить замечания, и только после этого вводится в эксплуатацию дома. Со следующего года мы также призываем крупный бизнес, это торговые центры, базары, рынки, которые зачастую просто запечатаны асфальтом, и нет зелени. Мы призываем всех к качественному озеленению своих прилегающих территорий. 39 сел в Костанайской области планируют обеспечить качественной питьевой водой до конца года. Всего в регионе реализуют 69 коммунальных проектов общей стоимостью больше 21 миллиарда тенге. По данным местных властей, 13 населенных пунктов будут впервые подключены к централизованному водоснабжению. Еще в 15 установят пункты раздачи привозной воды. На 2024 год работа по водоснабжению и водоснабжению на сел на пункт будет продолжена. Предварительно поддержано из республиканского бюджета 12,6 миллиардов тенге на 34 проекта. Это в целом водоснабжение и водоснабжение. По итогам 2024 года, в случае введения всех объектов в эксплуатацию, планируется обеспечить услугу водоснабжения. В Кустанайской области рацион кормления сельскохозяйственных животных рассчитывают электронно. Программу разработали в одном из местных университетов. Подобные современные технологии и последние достижения науки обсудили на Международной практической конференции. Опытом по внедрению инноваций в различных сферах поделились отечественные и зарубежные ученые. Представителей научного сообщества из пяти стран собрал инновационный центр, который основал академик из Улхарная Алдамжар в одном из местных вузов более 20 лет назад. Обсуждают технологический прогресс, делятся разработками. Одна из них – робот-менеджер для малого и среднего бизнеса. Этот проект обеспечит условия для внедрения цифровых технологий. Если мы их внедрим действительно на предприятия малого и среднего бизнеса, то только по кустонавической области будет обеспечен экономический эффект более 10 миллиардов тенге. Разработкой программных роботов-менеджеров займутся в лаборатории IT-технологий и искусственного интеллекта. В социально-техническом университете она появилась меньше года назад. За это время студенты разработали проекты для общепита и водителей. Это шаг в новый век. IT-технологии сейчас в Казахстан очень активно приходят. Мы должны решать проблемы Казахстана, чтобы он продвигался в будущее. Будущее для сельского хозяйства внедряют уже сегодня. Для фермеров разработали цифровую программу. Она автоматически рассчитывает количество корма и следит за рационом животных, учитывая показатели их здоровья. Мы уже получили патент, авторское право на эту программу. Также были разработаны практические рекомендации, которые были распространены абсолютно бесплатно по хозяйствам. Более 50 цифровых проектов презентовали на научной конференции. Их намерены внедрять практически во всех отраслях. Наталья Строкова, Ермик Мухмедьяров, Кустанай, Хабар, 24. В Жизказгане возводят общежития для учащихся школ и интерната. Стоимость проекта – полтора миллиарда тенге. Деньги выделены из республиканского спецфонда, сформированного за счет средств, изъятых у коррупционеров. Общежитие рассчитано на 200 мест. По плану строительство должны завершить к концу следующего года. Сейчас около 100 учащихся из отдаленных сел региона проживают в интернате, организованном при школе. Помимо строительства здания предусмотрено благоустройство прилегающей территории. В общежитии расположится библиотека, место отдыха для детей, тренажерные залы, учебные помещения для подготовки домашних заданий. По договору срок завершения всех работ намечен на 24 декабря следующего года, но планируем запустить объект раньше, примерно в сентябре. Благотворительную акцию инициировали акмулинские волонтеры. Они приступили к уборке снега в домах ветеранов, пенсионеров и других горожан из социально уязвимых категорий. Как отмечают добровольцы, в зимние месяцы они намерены поддержать свыше тысячи семей областного центра. Обратиться за помощью к волонтерам может любой нуждающийся через горячую линию или оставить заявку в специальном мобильном приложении. Волонтеры постоянно в диспетчерской помощи поступают вызовы и волонтеры помогают у нас, целовикам, тем, кто нуждается в помощи не только очисткой снега, но и привозкой продуктов, продуктовых корзин, также нужных лекарств и так далее. Постоянно у нас волонтеры выходят на такие мероприятия по своей инициативе и это все у нас воспроизводится благодаря таким акциям, как северный десант и диспетчерская помощь. К этому часу у нас все. Всего доброго.